Здравствуйте! Сегодня мы ведем наш репортаж из музея-заповедника Коломенское. И вот сейчас нам повстречался человек, который согласился ответить на некоторые наши вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, дорогие телезрители YouTube-канала. Меня Джонни зовут. Очень приятно. Джонни, скажите, вот сейчас в обществе и по телевидению обсуждается вопрос по поводу поправок Конституции. Вот вас они как-то волнуют, интересуют или вообще вы видите смысл в этих поправках? Ну, для любого гражданина, конечно, меня волнует, потому что это изменение коснется в том числе и меня. Поэтому, безусловно, да, волнует, потому что если вы не будете заниматься политикой, то политика будет прекрасно заниматься вами. Ощущается и пьет по карману уже не первый год, я думаю, не только меня, но и вас, и других зрителей, да, и просто простых оправдателей. Конечно, это волнует. Скажите тогда, пожалуйста, как вы думаете, они помогут, вот эти поправки, ну, на самом деле сдвинуться, как говорится, с мертвой точки? Потому что буквально вчера по центральному телевидению счетная палата опубликовала о том, что практически все созданные при, за последнее время, так называемые зоны развития, развития, как они правильно называются, экономического развития, да, что они все оказались, в общем-то, провальными. Вы знаете, сперва надо увидеть о каких поправках речь, да, то есть, я так понимаю, хотят, чтобы 22 апреля мы за них проголосовали. Мы это не видели, но то, что экономически только регресс, это, ну, на 100%, потому что нету просто рабочих мест, закрываются больницы, закрываются школы. И я вчера изучал документ, благодаря которому, оказывается, в Москве остались только три станции переливания крови. Три станции переливания крови в таком огромнейшем мегаполисе, да, потому что мелкие просто позакрывали все. И много больниц позакрывало, много школ для оптимизации также снесли, и, допустим, вот в глухих областях, допустим, в Свердловской области, там просто комичная ситуация, когда обращались родители к губернатору просьбы сделать сельскую школу, потому что деткам нужно 10 километров пахать на своих двух, да. Ну, для маленького ребенка это тяжело, плюс там бездорожье, да, и, то есть, ну, как-то это не очень. Экономического роста-то у нас нету, потому что, ну, откуда им взяться, если заводы давно позакрывали. Единственное, вот, наш гигант ЗИЛ, последний из мегикан, который был, тоже просто уничтожен. Там один остался какой-то цех, который, по-моему, занимается какими-то там ремонтными работами, но мы ничего не производим. Ну, кроме сырья, да, мы стали, мы давно превратились уже в нефтяную иглу, бочку так называемую, да, там, полезные ископаемые, нефть, как бы, и все. Вот это наши доходы, которым мы живем. Газ, ну, и прочее, да. Вот у меня еще такой вопрос к вам назрел. Мы вот находимся в таком интересном месте, да, где, в общем-то, вот за спиной находится дворец, как бы копия, да, дворца Алексея Михайловича. Вы, вот как человек, как гражданин, когда-нибудь, может быть, задавали себе такой вопрос, а нужно ли России подумать о возврате к монархии? Поможет ли это России, или это уже пройденный этап все-таки? Вы знаете, если вспомнить последнего монарха Николая Второго, то при нем Россия не жила в долгах, России были должны. И даже зерно мы экспортировали, мы его не покупали. Золото должны были России, да, и мы, соответственно, были стороной, которая жила в плюс. Но тут же нужно смотреть на глобальные вещи. Когда власть сменилась и пришли большевики, ведь очень много интеллигенции и, скажем так, генофонд лучше, он просто эмигрировал. А те люди, которые пришли, большевики, у них же была партия награблена, и все. И, ну, не знаю, это с одной стороны, конечно, идея хорошая, но это без притока нации, скажем так, из поребрика будет очень тяжело. Ну, это просто одно на другое будет, безрезультатно. От перестановки местного жителя произведение не изменится. Нужно именно ученых лучших вернуть, хотя бы часть, да, которые осели давно в Штатах, в Европе. Или, пожалуйста, привлекать иностранных, которые бы помогли нам, ну, это уже тоже было в истории, да, зодчих мы привлекали лучших, химиков, допустим. Да, тот же самый великий русский, как принято считать, ну, как, даже не знаю, как его назвать, как Даль, да, которого мы узнаем все. Он же был датчанином. Его отец был датчанином, он просто обрусел потом, и вообще его знают как русский, да, великий языковед, да, да, и кем он не был, он даже воевал. Он даже воевал, и когда верблюды, как-то кто-то украл его огромные труды, вот чтобы вернуть этого верблюда, на который были огромные талмуды его трудов, потратили очень много денег. Даль был датчанином, этнически он был датчанином, и таких примеров масса. И композиторы, которые у нас жили, и химики ассимилированы, то есть много очень германских ученых, которые, ну, мы привлекли считать, что они русские, но на самом деле этнически они были германцами. И раньше Россия так и собирала лучших, одним из лучших, скажем так, мест для самореализации была Россия в 18-19 веках, это так. Я вот слушаю вас, очень интересно, и видно, что вы человек и начитанный, и может быть даже, наверное, где-то в душе монархист. Ну, как вам сказать, то есть великий монарх у нас был Петр Первый, но он реально был великий во всем, потому что он сумел как-то изменить сознание людей. Прежде всего он, вот, как вам сказать, пассионарий немножко заставил по-другому, то есть он признал, что нам нужно учиться. Вот это было классно. И Петр сам учился, там, у голландцев учился, там, да, он взял флаг, учился кораблесудостроению, да, основал знаменитый на весь мир, как бы, Петербург. И это не стыдно учиться в любом возрасте абсолютно. Если мы отстаем сейчас, а мы реально отстаем очень много, почему должно быть стыдно перенимать опыт позитивный других стран, чтобы как-то сделать жизнь народа лучше? Ведь это же выглядит парадоксально, когда в 61-м году у нас Гагарин полетел в космос, а Абу-Даби это была просто пустыня, где не было больницы, где не было электричества. И сейчас идите, посмотрите, какая жизнь в Абу-Даби, где, ну, смешно же сравнивать. Хотя у арабов, кроме нефти, вообще ничего нет. Море, нефть и все, да, и туризм, вот за счет этого они живут. А сейчас Абу-Даби это гигантский конгломерат мирового капитала, где очень много, это благоприятное место, британцы, американцы, да, со всего мира. Выкладывают деньги, развивают. Абу-Даби, ну, что такое Абу-Даби по сравнению с Россией, да? Точка маленькая, на которой на карте что-нибудь ревно. Согласен с вами. А вот в обществе сейчас очень часто муссируются такие разговоры из-за того, что вот, ну, жизнь экономически в России очень сложная на день сегодняшний. И все-таки слышны возгласы по поводу того, а не вернутся ли нам обратно. Система, так сказать, социалистического прошлого. Как вы смотрите на это? Я, вы знаете, я перфекционист, я от каждого строя считаю, что нужно забирать лучшее. Безусловно, и в социализме тоже были хорошие моменты. В частности, была великолепная система, ну, как вам сказать, то есть образование было, на самом деле, очень хорошее. Ну, кроме, может быть, истории, которые пытались переписывать. Остальные науки у нас тоже можно было прекрасно получать образование. У нас были великолепные математики, великолепные инженеры. И вспомните, только вот послевоенное время только метро помогали строить французы. И американец был один, я сейчас не помню, кто он в 1938 году. Вот он начинал, и потом еще приглашали его в 1953 просто смотреть. А все остальные работы делали наши инженеры. Да, то есть это все были наши проекты. И даже, ну, во многих, у многих, к сожалению, такая плохая ассоциация с Берией, но Берия был архитектором. И мало кто знает, что очень много в Москве зданий и в Тбилиси построено именно по проекту Берия. То есть был огромный стимул для образования. Это было плюс, безусловно. Были рабочие места у всех, и на те же самые там 150 рублей каждый мог выйти поработать. Это было плюс, безусловно. Ну и поговаривают как-то, что я мало застал это время, хотя, безусловно, застал, что человеческие отношения были лучше. Это да. Но были, соответственно, и свои минусы. Вот когда нельзя было никуда выезжать, это плохо, я считаю. А когда боялись, то есть там, ну, наших спортсменов и выпускали, великий маг-иллюзионист Арутюна Катьян. То есть он за концерты получал 10 тысяч долларов, а ему государство выделяло 50. Ну это как? Плюс вот великие фигуристы, протапопов, и вот фамилию у женщины забыл. Трехкратные, по-моему, они олимпийские чемпионы. Их после окончания карьеры приглашали в швейцарю на показательное выступление. То же самое. Швейцарцы платили 10 тысяч за выступление, а им на руки выдавали 50. И дошло до того, что они там остались. Потому что, ну, они поняли, ну как так, ну, они пашут, представляют страну, там, развлекают публику, да. И из 10 тысяч долларов, когда им 50 выпадается, ну, это плохо. Это плохо. А вот еще такой вопрос. Сейчас также власть поднимала такой вопрос по поводу создания, что ли, может быть, даже искусственного создания некой такой российской нации, да? То есть уход от, там, понятия русский, башкир, татарин и так далее, а именно о российской нации. Вот как вы на это смотрите? Положительно смотрю, конечно. Ну, если есть башкир, если есть чеченец, почему не должен быть русский? Это логично, да. Да. И много есть, соответственно, республик, да, там, автономных округов, но нигде нету такого понятия, как русская республика, да? Ну, как ни парадоксально, страна Россия, но русской республики нету. Поэтому, если будут этот проект создан, да, эта идея, ну, для самоидентификации нации, да, я считаю, что если человек не должен, там, прятаться, да, или скрывать что-то, какой он национальный, если он русский, почему он не может называть русским? Да, но они ведут разговор именно, чтобы не делить на русский или, там, представитель, скажем, там, Мариэл или еще чего-то, а именно о том, чтобы называться всем российским, российской нацией. Так мы и так называемся, мы же россиянами называемся. И как вот вам, вы считаете это правильно? Не надо делить на понятия русский, там, башкир и так далее? Ну, как вам сказать, может быть, может быть, да, может быть, если человек представляет страну где-то за рубежом, там, я, ну, можно, да, это вот обобщенно, собирательно сказать, что он россиянин. А если мы говорим про фольклор внутри страны, то это неправильно, потому что у каждого многонационального народа есть свои обычаи, да, и смешение языков, я не знаю, там, культуры и там, блюд, те же самые. Ну, а почему, если, там, чак-чак, это татарское блюдо, почему это должно переделываться и сказать, что это русское? Да, то же самое растяга и чисто русское блюдо, мы же не можем это нарисовать, там, Мариэл, да, что, ну, это, как вам сказать, то есть золотая середина нужна. Для представления за рубежом можно ограничиться тем, что, там, человек россиянин. А для внутреннего, я считаю, это неправильно. Если мы живем в одной стране, каждый уголок должен быть представлен, это и богатство государства. Вот если бы сейчас у вас была бы возможность, а у вас есть такая возможность, обратиться к нам, к гражданам, к всем, так сказать, проживающим на территории России, вот что бы вы хотели им сказать или пожелать, или посоветовать, не знаю. Ну, тяжелый вопрос, в каком контексте, ну, главное... Хотя бы для того, чтобы, ну, я не знаю, что ли, легче дышалось, как говорят, вздохнуть полегче. Ну, если бы дышалось, то верить только в себя, верить в свой путь. Если вы выбрали жизненный путь идти, не сворачивайте, как бы, да, и рассчитывайте, самое главное, только на себя. Потому что рассчитывать на кого-то другого, как показывает жизнь, мало кто может, к сожалению. Как вы думаете, вера в Бога в этом помогает? Однозначно, да. Ну, опять же, тут надо быть политкорректным, потому что наш закон предписывает уважать как и атеистов, так и, да, и верующих людей. Я сам человек верующий, вера по жизни мне много раз помогала, и та мудрость, которую я накопил с годами, во многом связана, да, с тем, что я верующий. Терпение нам всем, да? Да, 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 да. Спасибо. Было очень интересно, говорю честно и искренне, и мы еще раз должны поблагодарить Джонни за то, что он уделил нам столько времени. Редактор субтитров А.Семкин